Здравствуйте, меня зовут Роман Вершилло, и я главный редактор сайта антимодернизм.ру. Маленькая книга о больном сознании. Программа исследований патологического сознания. Глава первая. Вступление. Этот господин, думаю, я едва ли венецианец. Это даже не итальянец. Да, человек ли это вообще? Нет, он больше похож на птицу. Боже, а что, если это дух, принявший человеческий облик, и еще не совсем привыкший к новой коже, и еще плохо играющий свою роль? Что, если он послан только за тем, чтобы меня помучить? Карло Готце. Маленькая книга о больном сознании, которую вы сейчас начнете слушать, содержит в себе программу исследований патологического сознания. Понятия о патологическом сознании и этот термин сам пока еще не очень хорошо известны. Им предстоит еще занять свое место среди других аналитических инструментов христианской политической философии, наряду с другими понятиями, такими как эпоха отступления человечества от Бога, то есть новое время, новый человек, духовные болезни и другие. Вопросы патологического сознания и прежде затрагивались во многих материалах на сайтах «Православные действия» с 2000 года, «Антимодернизм.ру» с 2009 года и «Два града» с 2015 года. Эти все сайты я редактировал и, в частности, продолжаю редактировать. Также тема патологического сознания затрагивалась в моих сочинениях «Мировоззрение» про Терри Александра Шмирмана, это 2015 год, это такая большая книга, и «Православная церковь и гностическая политика». Я считаю, что это очень важная была такая книга, в которой были поставлены вот эти вопросы патологического сознания и общества, больного общества. Вплотную к исследованию понятия патологическом сознании я подошел в программе «Исследование патологической речи», это 2017 год. Это был такой план работ по исследованию патологической речи, и эти исследования проводились у нас в рамках сайта и портала «Два града». И в 2021 году исследовательская группа «Два града» опубликала первые выводы из такого исследования на примере русской патологической речи. В 2022 году вышла моя книга «Лебнец, Гоббс и Паскаль». Она тоже существует в виде аудиозаписи и видео. По мотивам антиезуистских сочинений Блеза Паскаля. Это было такое реферирование мыслей Паскаля, Лебнеца и Гоббса. Наконец, патологическому сознанию был посвящен цикл статей, тоже моих, о плохой вере. Это по мотивам Жанна Поль Сартера и одной главы из его книги. Теперь пришло время сосредоточиться исключительно на самом патологическом сознании, то есть отличиться от всех применений этого понятия. И вся книга должна предстать как развернутое определение понятия патологической речи. И я, можно сказать, извиняюсь и спешу признаться, что я очень тороплюсь изложить наш материал. И поэтому он произлагается кратко, и слишком много придется оставить на потом. И скажем для начала, что патологическое сознание, ну что это такое? Это понятие из области политической философии. То есть с его помощью можно анализировать духовное состояние не только человека, отдельного человека, человека какого-то периода, но и общество, в котором он живет, и общество, которое представляет это духовное состояние человека. Конкретно предметом изучения в этой книге станет новый человек, то есть человек конкретно нового времени. Время неотступления человечества от Бога. Со стороны сознания мы противопоставляем сознание нового человека сознанию в собственном смысле, то есть сознанию себя пред Богом. И, соответственно, у нас получается, что под разумным сознанием мы понимаем сознание христианское. И, соответственно, противополагаем нового человека христианину. То есть это две такие фигуры, которые между собой, значит, они противостоят друг другу в истории. И в истории, в том числе и прямо сейчас. Наши исследования, несмотря на некоторые странности, которые могут заметить наши читатели, слушатели, по своему предмету все-таки вполне традиционно. Вместе со священным писанием и священным преданием мы говорим о человеке как об образе Божьем. Вместе с философами древними и новыми мы говорим о природе человека. То есть это одно и то же учение. Большую помощь мы рассчитываем получить от специальных наук, от антропологии, филологии, социологии и психиатрии. Художественная литература и изобразительное искусство также предоставляют нам образцы патологического сознания и анализ этого сознания. Нередко очень проницательные, если вспомнить все-таки достижения искусства. Ради краткости изложений я включил в работу лишь многочисленные примеры. То есть если бы на каждый факт или процесс патологического сознания привести хотя бы один пример, то эта книга превратилась бы в совершенно какое-то собрание сочинений, и мы готовы. С другой стороны, я надеюсь, что наши читатели найдут в себе подтверждение тому, что мы говорим, тому, что я говорю, в реальной своей жизни прямо сейчас. Ну, лично я свои выводы делал на протяжении многих лет. И еще в школьном возрасте, и в институте, и так далее. Я наблюдал за официальной советской идеологией. То есть, соответственно, получается, вторая половина 1970-х, первая половина 1980-х. А позднее, уже примерно с 1988 года, я слезу за тем, что такое русский православный модернизм, который является тоже представителем, так сказать, проявлением патологического сознания. И, соответственно, получается, что я исследую практически непрерывно, там, больше сорока лет патологическое сознание. И достаточно сознательно это я делал все эти годы. А вот это исследование уже патологического сознания на примене русского православного модернизма, ну, не только русского, но и греческого, например, да, то, конечно, это все уже зафиксировано в какой-то печатных изданиях и так далее, в интернете. Разумеется, аналогичные наблюдения можно сделать в любой стране. То есть, это как бы, ну, я жил в России и живу в России. Но такие же наблюдения можно сделать американец, болгарин, поляк, француз и англичанин. И в любой области, в которой бы он не вращался, политика, наука, культура, там примеров патологического сознания больше, чем достаточно всюду, по всему свету нашему. Я хочу поблагодарить за помощь в работе над книгой про Терея Владимира Преслегина, священника Стефана Красавицкого, Сергея Маслова, Анну Полежаеву, Матвея Иванова, Юрия Молчанова, Вячеслава Родинова, Людмила Есипенко. Конечно, в этом исследовании, можно сказать, принимали участие и уже покойные люди, в том числе, вот, Борис Иванович Пуришев, который был моим учителем еще в институте. Как будет построено наше рассуждение? Во вступлении мы будем говорить о важности темы патологического сознания. Затем кратко опишем предметы исследования, расскажем о целях и задачах исследования, перечислим методы и приемы. Основная часть книги начнется с общего впечатления, которое производит на нас патологическое сознание. Ну, в данном случае, скажем так, на меня. Затем мы дадим определение патологического сознания, опишем его устройства, движущие силы, мотивы и свойства. После этого мы уже можем так вооруженно перейти к содержанию сознания патологического, которое само по себе очень, конечно, непросто. Но мы сводим это содержание сознания к фактам, патологическим идеям и процессам, то есть смешению истинных и ложных понятий. Вообще-то процессы можно понимать и шире, и мы будем понимать их шире, но в данном случае для нас этого достаточно, что патологические процессы, процессы патологического сознания состоят в смешении истины и лжи, в разных формах смешения истины и лжи, и оправдания этого смешения. Затем, наконец, уже в конце мы перечислим функции патологического сознания, зачем оно нужно носителю патологического сознания, то есть откуда оно берется, что это такое за вообще, кому и зачем оно нужно, короче говоря, что это за тип человека, которому это нужно. И поэтому мы закончим уже книгу совсем, закончим ее описанием патологического сознания в истории. Патологическое сознание, оно не неизменно, это вот разумное сознание, но его можно назвать с какой-то стороны как общий ум. Который общий у всех, всех людей. От сотворения до конца мира. Патологическое сознание, оно разворачивается в истории. И, соответственно, возникают разновидности в разное время патологического сознания. И исторические типы его носителя. В качестве послесловия я помещу план дальнейших исследований, который, конечно, ну, он очень пространный, потому что мы, можно сказать, только подходим к этой теме патологического сознания. А в приложении перечислим основные термины и положение книги. То есть это будет такой маленький такой словарик, состоящий из терминов и употребления этих терминов в каких-то наших верных положениях относительно разумного сознания, патологического сознания. Итак, теперь мы можем перейти к важности нашей темы. Как я постараюсь показать в этой книге, то есть это будет видно из изложения, что тема патологического сознания имеет ключевое значение для всего комплекса современных гуманитарных исследований. То есть гуманитарные исследования не изучают человека. И было бы очень наивно думать, что мы все время изучаем одного и того же человека. То есть изучая сочинение Ленина, изучая сочинение Аристотеля, мы изучаем одного человека. Одного и того же человека. Это, ну, как бы такой наивный подход. И он, конечно, не позволяет достаточно точно прочитать и Аристотеля, и Ленина. Соответственно, вот это исследование патологического сознания должно пролить свет на многие процессы. Вообще современного сознания, как люди мыслят. И в том числе, как бы должно оттенить и то, как мыслит, и как, тоже в свою очередь заблуждается, здравое, разумное сознание. Мы делаем это на таком основательном, фундаментальном уровне. Потому что вводим святоотеческое понятие о духовной болезни. И через него объясняем природу беспорядка в душе и беспорядка в обществе. Таким образом, уже получается так, что патологическое сознание нам позволяет исследовать не только человека, но и политику, образование, культуру. То есть, все какие-то области, где это патологическое сознание, оно резвится и расцветает в наше время. И тут, конечно, надо прямо сказать, что патологическое сознание является мощнейшим, мощным, очень общественным фактором в наше время. Еще совсем недавно так не было. Ну, и по историческим меркам. То есть, скажем, 150 лет тому назад патологическое сознание не играло такой подавляющей роли, определяющей все. Сегодня это уже, конечно, не так. И патологическое сознание, оно очень приспособлено к тому беспорядочному миру, в котором мы живем. Оно социализовано полностью, покорно моде. И в то же время, мы тоже не можем об этом умолчать, да, что патологическое сознание, оно и смертельно опасно. Потому что является не совсем человеческим. Поэтому даже в развращенном обществе оно представляет опасность. Просто, когда все вокруг больны, да, то все опасны друг для друга, можно сказать, одинаково. Но мы можем это проанализировать. И за счет этого наше исследование приобретает и такую социальную значимость. Да, мы все время говорим о том, зачем вообще мы занялись этим исследованием, почему это так важно. Вот в том числе мы можем понять не только отдельного человека, но и понять общество, в котором мы живем. И понять взаимодействие между, скажем, патологическим сознанием и развращенным обществом. Как они между собой, что является первой причиной, на что влияет и так далее. Далее мы должны сказать, кратко описать, что такое все-таки предмет нашего исследования, в чем он состоит. В качестве предмета исследования я избрал нового человека. Человека нового времени. То есть мы подходим к его природе со стороны сознания, прежде всего. Не делая его бесплотным, то есть не понимая его как бесплотным, но подходим просто с этой одной стороны. То есть мы изучаем, как его природа искажена духовными болезнями. То есть она не уничтожена, но она искажена. Что это за искажение, что такое духовные болезни и так далее. В типе нового человека мы предлагаем увидеть не ошибку отдельных лиц, не заблуждения отдельных лиц, которые так или иначе можно группировать эти ошибки, классифицировать. То есть в целом не психическое, а духовное явление. То есть мы предлагаем увидеть новый исторически определенный тип сознания. Духовные же болезни, как мы понимаем, должны изучать. Не психиатрия, не психология. То есть они для этого не предназначены. А какая-то особая область, особая наука, ну назовем ее там, скажем, пневмопатология. Или как вариант по нейрологии или по нейрологии, если взять родственные термин у такого исследователя современного, как Анжелы Лобачевский. Как же устроен этот предмет нашего исследования? То есть мы исследуем нового человека. Он не прост. Он имеет три стороны. Во-первых, индивидуальное сознание как разумно. Второе, это сознание, которое соединяет в себе коллективное сознание, бессознательное уже потому, что оно коллективное. То есть коллектив не имеет сознания. И индивидуальное, но тоже бессознательное, это как бы не сознание. И третья часть, третья сторона, это общая всем природа, общий ум. Потому что ум общий у всех. Не существует отдельного ума. Вот в том смысле, что человек имеет право, имеет свободу мыслить не так, как должно. То есть такой свободы нет, потому что это идет против природы. Вот и все. Против истины, против истины, которая выражена в том числе во внешнем мироустроении. Как мы знаем из послания к римлянам. И если здесь мы дадим краткое определение, то патологическим сознанием окажется, что мы понимаем современную родновидность беспорядка в душе, которая отражает духовные болезни нового времени. Далее мы должны сказать об устройстве. Со стороны устройства мы определяем патологическое сознание, как, во-первых, беспорядочно устроенное. Во-вторых, не одно, а два сознания. То есть частное и коллективное, мы уже об этом говорили. Третье. Мнимо упорядоченное. То есть оно упорядоченное, но это мнимый порядок. И четвертое, это вообще не сознание. Далее мы можем говорить о содержании. На самом фундаментальном, на нижнем уровне содержанием патологического сознания являются так называемые моментальные боги. Это такой термин. В кавычках. То есть мгновенно возникающее представление, которым патологическое сознание совершает внутреннее поклонение. То есть это как бы такое внутреннее идолопоклонство. Мысленным идолам. Более высокие формы, в кавычках так можно назвать, высокие патологического сознания мы называем в нашей книге концептами. Это как бы такой аналог понятия. То есть у идеи, то есть у разумного сознания есть идеи, а в патологическом сознании каких идей нет, есть только концепты. Но с внешней стороны патологическое сознание оперирует и истинными идеями тоже, соединяя их сложными. С помощью патологических операций вот это уже будут процессы патологического сознания. Сознательные, бессознательные процессы. То есть они и сознательные, и бессознательные одновременно. То есть это, ну, как бы, раз мы имеем дело с ненормальным сознанием, то, соответственно, мы обнаруживаем в нем вот такие ненормальные явления, как процессы, которые, процессы сознания, которые одновременно являются и сознательными, и бессознательными. Далее мы можем сказать, да, что в патологическом сознании есть своя история. Как оно возникло, как оно бытует, как оно, в общем, умирает. Оно встроено в историю и отражает современную стадию нового времени. То есть эпохи отступления. То есть сейчас вот, то, что сейчас, это вот отдельный тип сознания, скажем так. То есть то, что было в советское время, это другой тип патологического сознания. Внутри этой истории патологическое сознание поддерживает беспорядок в душе. То есть оно его поддерживает, не давая ему превратиться в порядок, отклониться в порядок. Создает этот беспорядок в обществе и в церкви, что нас тоже, естественно, волнует. Живо интересуется этим беспорядком, который создает. Анализирует его своими патологическими свойствами. И превращает его, наконец, как то, что можно назвать вслед за Камю нигилизмом. Превращает его в мнимый порядок антигосударства и лжецеркви. То есть возникает беспорядок, а потом этот беспорядок принимает какие-то формы, которые являются как бы обманом только. Теперь мы можем рассказать о наших целях. Цели и задачи нашего исследования. Мы намерены изучать нового человека, как новый исторически определенный тип сознания. Согласно этому, мы намерены дать определение патологического сознания, проанализировать его со стороны устройства, содержания и истории. Изучение патологического сознания нужно нам еще для очень важной цели. Для достижения важной цели. Потому что он даст нам возможность с неожиданной стороны посмотреть на разумное сознание. Вот в чем дело. То есть мы как бы на фоне патологического сознания, иначе поймем, что такое сознание разумное. То есть стоит изучать Карла Маркса, Ленина и Сартера для того, чтобы понять, как мыслят действительно святые отцы, разумные философы, вообще разумные люди, христиане. То есть это полезно в этом тоже ключе. Мы намерены изучать не все содержание патологического сознания. Не все мнения нового человека. Потому что просто продукция патологического сознания, она бесконечна. Она продуцирует глупость, ложные идеи, смешение. Она производит очень легко, в отличие от разумного сознания, патологическое сознание, но очень легко переходит к деятельности, к сочинению, скажем так. И поэтому охватить даже, например, марксистскую письменность, если уж просто ей только ограничиться, не трогая ничего другого. То практически это нереально. То есть это нужны какие-то институты и институты, которые способны были бы переработать эти гигантские объемы того, что произведено за советское время. Но у нас есть еще другой мотив, почему мы берем не все содержание патологического сознания. Потому что изучать мысли без реальности, к которой они привязаны, значило бы заниматься пустословием. То есть мы не можем изучать весь бред идеологический, который присутствует там, не знаю, Ленина, Троцкого, Бухарина. И для нас поэтому будут важны только те мнения нового человека, которые связаны с реальностью, созданной им самим. То есть, например, скажем, не все идеи православных модернистов, а которые привязаны к изменению церкви, реформе церкви. И поэтому нас также будет интересовать социальная сторона патологического сознания, когда новый человек создает беспорядок в обществе традиционном, в обществе новом, в государстве, в церкви. А затем беспорядок создает свой новый порядок, как новый орган у нацистов. В задачи исследования входят поиск духовных причин таких новых явлений, действительно новых явлений XX века, как, первое, это безвластие государства и церкви. А с другой стороны, возникновение особого рода власти над умами и телами, на которые претендуют вожди развращенного общества. И благодаря патологическому сознанию они способны осуществлять эту власть. Как мы это прекрасно знаем по истории. И сейчас наблюдаем на примере церковной реформы. Исследование патологического сознания должно дать нам инструменты для анализа важных проблем. То есть перед нами стоят такие задачи. Например, собрать достаточное количество экспериментальных данных об идеологии нового человека, его действиях и речи. То есть именно не слишком много, не слишком мало. Во-вторых, мы должны образовать основные понятия. Прежде всего, понятие патологическое сознание. То есть мы должны его так наполнить содержанием, так привязать к реальности, так его подвергнуть такой критике, чтобы мы могли им пользоваться, чтобы оно действительно служило как лупа, как микроскоп, как телескоп, для того, чтобы рассматривать явления психические, то есть внутренние и внешние сознания и общества. Далее мы должны точно так же обкатать, наполнить содержанием понятия, которые вытекают из понятия о патологическом сознании. Новый человек, например, действительно это известное явление, о нем много думали, но нам предстоит посмотреть на него как на вытекающий из патологического сознания. То есть вот так. То есть новый человек не просто как там новые люди у Чернышевского, что просто они занимаются новым делом, они разрушают государство и церковь. И мораль, и брак, и все. То есть мы должны посмотреть на них с внутренней стороны. Это нам позволяет, что они этим занимаются, потому что у них патологическое сознание, короче говоря. Далее мы должны образовать такое понятие, как устройство патологического сознания. То есть вообще там какое-то есть устройство или нет. Само по себе это не так просто. Понять вот этот беспорядок сознания, это устройство или не устройство. Далее мы должны уточнить понятие духовная болезнь. И в частности глупость и глупец, как носитель глупости. Решить вопрос об искренности больного сознания очень, между прочим, острый. Вот именно в социальном тоже ключе. Далее. Рассудить об управлении сознанием, как о мифе и как о реальности. То есть там есть что-то реальное за этим, что-то есть мифологизированное. Как страх управления сознанием, обучение, управление сознанием. Якобы обучение. Далее мы могли бы изучить и составить понятия о движущих силах патологического сознания, свойствах, фактах, процессах. И наша задача в этом исследовании поместить эти понятия в ряд основных фундаментальных положений. И сделать из них правильные выводы. И проверить эти выводы тоже. Сделав дальнейшее верное заключение, именно верное, проверить их на верность. То есть не просто, что это возможно. На основании этих положений и заключений мы можем опять вернуться к нашим методам и уже их проверить. То есть взять, получить основные какие-то выводы и с их помощью проверить наши методы. Уточнить терминологию, чтобы избежать двусмысленности повторения. Уточнить вопрос о соотношении патологической речи и патологического сознания. Мы потом будем говорить, почему это важно. Установить связь между патологическим сознанием и устройством развращенного общества. Ну, потому что просто как? Это очень социально важный вопрос. Общественно важный вопрос. То есть, как остановить церковную реформу, изменив сознание? Но проблема именно в том, что само сознание является причиной церковной реформы. Значит, это замкнутый круг. Больное сознание порождает церковную реформу. Церковная реформа порождает, поощряет, продвигает, награждает тех людей, у которых патологическое сознание. То есть, как разорвать этот круг. Ну, и, наконец, мы ставим перед собой задачу дать короткий очерк истории вопроса, сравнив нового человека с человеком старым. Вот такие цели нашего исследования. То есть, к этому пути. Отчасти мы в этом исследовании как бы пытаемся решить эти проблемы. И что-то мы укажем конкретно на пути дальнейших исследований. Особо я хочу оговориться насчет того, что не является целью данного исследования. Это очень важно оговорить, потому что есть пределы нашему познанию патологического сознания. Сама болезнь этого сознания мешает нам в него полностью проникнуть. И чрезмерная рационализация, попытка до конца понять и объяснить больное сознание всегда приводит к ложным выводам. То есть, здесь, понимая, нужно знать, когда остановиться, не проникая в него глубже. Почему? Потому что полное понимание патологического сознания было бы равносильно приобретению такого сознания самим исследователям. то есть, это как раз ошибка очень многих таких, и в том числе выдающихся мыслителей, таких, как там Федор Михайлович Достоевский. То есть, где он сам, понимая, превращается в носителя больного сознания, православного модерниста. То есть, это очень важно, это интересный очень вопрос. Больше того, как, говоря уже опять о социальном, о роли в обществе, то разумное сознание не является политической альтернативой патологическому сознанию. Почему? Ну, потому что разумное сознание, оно не может соперничать с патологическим за власть в области мнений. То есть, само по себе развращенное общество, это поле соревнований между мнениями. Ну, одни из них совсем безумные, другие относительно разумные, некоторые вообще практически приближаются к истинам. И разумное сознание вроде бы как бы должно вмешаться в этот спор мнений и повышать вес мнений разумных и подавлять мнения безумные. Но это, ну, своего рода цирк. Это не честное соревнование. Это соревнование, в котором никто не побеждает честно. И поэтому разумное сознание просто предварительным образом отказывается участвовать в этом. Если бы можно было бы в обществе современном, развращенном, отделить мнение от истины, то да, это было бы возможно. Но поскольку именно это невозможно, и все является мнением, то, соответственно, разумное сознание просто не находится для себя возможным в этом как-то поучаствовать. Поэтому разумное сознание не может стать социально важным фактором в развращенном обществе, а христианин не может представлять это общество, стать его представителем, ну, скажем, вождем какой-то фракции в этом обществе. Поэтому не стоит ни в коем случае ожидать от этой книги рецептов борьбы за власть над умами и телами. Данная книга ни в каком смысле не предназначена для борьбы с патологическим сознанием, вот в прямом смысле слова. Дело в том, что патологическое сознание, как мы увидим, оно вот в самом простом как бы своем смысле это просто глупость. И глупость, как первейшая духовная и социальная болезнь, она неисцелима. И исследуя патологическое сознание, то есть вот тогда вроде бы зачем мы его исследуем, если мы не можем его изменить, мы не претендуем на то, чтобы сделать его здоровым. Порог действительно есть нечто неподводимое под правилом. И у человека нет средств делать злых добрыми, писал святой Григорий Богослов. Напротив, основным тезисом нашей книги является противоположный тезис, что патологическое сознание ложно, и оно непобедимо в этой ложности. То есть мы это как бы, это одно из самых важных положений в нашей книге. Конечно, программа лечения патологического сознания, если так об этом как-то подумать, могла бы состоять в обращении к первой реальности. То есть мы могли бы патологическому сознанию, носителю патологического сознания, сказать, а вот подожди, подожди, а ты посмотри на реальность, а как мир-то устроен, как ты сам устроен. И эта первая реальность, она созданная Богом, она недалеко от всякого человека, ничем от него не скрыта, но абсолютно ничем, кроме глупости, да, вот так можно сказать. Но указание на реальность, это, понимаете, как вам сказать, которое тем более, что ни от кого и так не скрыто. Это же не выход в практическом, терапевтическом смысле, а это идеальное утверждение об основаниях. Вот что это такое в наших устах, да. Потому что ведь патологическое сознание, оно, собственно, в том и состоит, что человек почему-либо не может обратиться к первой реальности. То есть это и есть суть содержания патологического сознания, что оно не обращается к первой реальности за проверкой своих мнений, там, за исправлением своих ошибок, кается, не предстоит пред Богом. В следующий раз мы обратимся к методам и приемам нашего исследования. И будем говорить о общих источниках истинных, как священное писание, священное предание, как, значит, богословие, как истинная философия, так и о частных науках, которые нам, как бы, предают, вручают свои методы и приемы исследования патологического сознания. на этом я благодарю вас за внимание. Это был Роман Вершелла, главный редактор сайта antimodernism.ru Вы прослушали часть вступления к книге о больном сознании. Благодарю вас за внимание.